Андрей Полтанов, партнер Александр У нас три станции в Москве и персоналу очень большая проблема. Большая текучка, большая неквалификация персонала. Хотел бы уделиться опытом и услышать, как вы решаете эту проблему. Когда мы познакомились со СМАКТом, мы первым делом, так как имея проблему с персоналом, организовали курс для мастеров-приемщиков. И для нас специально был полоникационно разработан курс именно под нашу компанию индивидуально. И было проведено обучение. Лет пять назад тогда это было? Некоторое время назад. И действительно, вы не поверите, эффект был прямо в первый же месяц, выручка выросла на 30%. Прямо вот так вот. Мы были очень удивлены. То есть, как бы ерунда. Я сам посещал эти курсы вместе с мастерами, слушал, о чём идет разговор. Но для меня более-менее понятны были вещи, о чём мы говорили здесь на курсе. Мастерам не всегда понятно. И это всё сработало. Мы же фактически все, кто собрались, мы для СМАКТа постоянные клиенты. То есть, если с нами не работать постоянно, а я считаю, что постопричащий контроль, это и есть постоянная работа, то есть, так же, как постоянная диагностика наших клиентов, которые приезжают, просто посмотреть, на что-то меня застучало, заскрипело, запищало. То есть, так же и здесь. То есть, только к нам приезжают люди. Здесь, я считаю, что учебный центр должен сам приезжать или там прозванивать. Контрольный закупчик. Да, да, да. Потому что, вы знаете, то есть, может быть, конечно, персонал привыкает к своему руководству. Вот я, например, со своей колокольник говорю, и не так реагирует. Насколько они оперативно реагируют на представителей учебного центра и вообще вот таких сторонних проверяющих. То есть, результат был... Ну, да, да, да. Простая вещь. Они этого не понимают, что это, как бы, очень важно. Вот, ну, реально не понимают. Для них это, как бы, естественная, как бы, среда. А на самом деле, каждый вот этот инструмент, который, как бы, дается на обучение, он, как бы, колоссально дает эффект. Действительно, тут не секрет. И у нас даже есть показатели. В два раза средний чек растет. Взять оппенс, например, конкретная компания «Октопос». Один сотрудник за 15 дней, 715 тысяч рублей, ну, для него, там, смена, значит, он после обучения сделал 1600. То есть, даже, там, больше, чем в два раза получается. Тут ведь две составляющие. Первая составляющая – технологическая. Что надо делать, да? Научили человека. Он начал это делать. А вторая – мотивационная. Не было у руководителя станции в Ясене в мотивации. Все, он ничего не делал. Сидел, ковырялся в носу. Пришлось совсем заменить человека. Появилась мотивация, он начал, и его есть смысл учить. Соответственно, получается, вторая задача. Задача ежедневная, да, иногда ежечасовая, мотивация персонала, она не менее важна, чем научить человека работать. И про это надо, на самом деле, реально подумать. И, в принципе, есть инструменты, которые позволяют это все делать. Редактор субтитров А.Семкин